Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в субботний день за богослужением, читается Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 32 по 40. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Глава 12, стихи с 32 по 40. И где же тать не приближается, не моль растлевает, и где же, о, сокровище ваше, ту и сердце ваше будет, да будут через слава ваше припаясаны и светильницы горящие. И вы подобне человеком, чающим Господа своего, когда возвратится от брака, да пришедшую и толкнувшую, обе отверзут ему. Глава 12, стихи с 32 по 40. Их же пришед Господь, обрячет бдящих. Аминь, глаголь вам, якоприпаяшется и посадит их, и минув послужит им. И ащи придет во вторую стражу, и в третью стражу приидет, и обрячет их тако блаженье суть рабити. Се же видите, яко ащи бы ведал господин храмины, в кича стать приидет, бдел уба бы, и не бы дал подкопать и дому своего. И вы оба будете готови, якогон же час не мните, сын человеческий приидет. Прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин придя найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы, и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, приидет Сын Человеческий. В данном евангельском отрывке, дорогие братья и сестры, Господь обращается к апостолам с поучением об истинном богатстве, призывая их к духовному бодрствованию. Проповедуя своим ученикам, Спаситель говорит, не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Зачастую люди боятся неизвестности. Христос же, в свою очередь, убеждает своих учеников не иметь страха перед грядущими и неизвестными событиями, так как милостивый Отец, Господин будущего века, премудро заботится о них. Не зря Господь называет своих учеников «малым стадом». Они немногочисленны, небогаты, не имеют влияния и положения в обществе, более того, уязвимы, так как находятся на виду, противопоставляясь остальному миру, как малое стадо овец стаи волков. Во Христе же Бог уже благоволит к апостолам, Он уже открывает им свое царство. «Продавайте имение ваше, и давайте милостыню», – призывает Господь. Главной целью жизни человека является Царство Божие. Именно в нем ученики Христовы должны полагать свое богатство, а не в материальных ценностях этого мира. Христос предлагает каждому человеку иметь кошелек, который не знает износа, «собирать сокровище, неосхудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает». Александр Павлович Лопухин так поясняет слова Спасителя. «Старайтесь приобрести себе небесное сокровище, то есть вход в славное Царство Христово. Однако нельзя думать, что это будет достигнуто одним раздаянием своего имения бедным или одной милостыней. Милостыня, раздача своего имения только освободят человека от препятствия, каким является богатство для человека, который стремится к приобретению Царства Небесного. Но кроме этого, ищущий такого Царства должен приложить все свои силы к достижению поставленной им цели. Именно поэтому Господь призывает апостолов к духовному бодрствованию. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». Иными словами, будьте всегда собраны и готовы в любой час дня и ночи послужить Богу своими трудами. Далее Господь произносит притчу о бодрствующих рабах и внезапном возвращении домой Господина. Она являет пример ученикам быть такими, как хорошие слуги, которые ждут своего хозяина домой после пиршества, чтобы ему не пришлось дожидаться у дверей, пока те проснутся и встанут. Эта маленькая притча обещает таким слугам великую и поразительную награду. «Блаженные рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Блаженный Феофилакт поясняет. «Добрых рабов Он полагает на ложе, то есть всех во всем успокаивает. Ибо как лежавшие на ложе все тело успокаивает, так и в будущее пришествия все святые будут успокоены во всех отношениях. Здесь они не находят отдохновения для тела, а там вместе с душами и тела их, наследовав нетление, будут наслаждаться совершенным покоем. «Господь станет служить достойным рабам, воздавая им равное. Как и они служили Ему, так и Он послужит им, предлагая им изобильную трапезу и подавая наслаждение духовными дарованиями. «Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думайте, приидет Сын Человеческий». Данные слова Спасителя являются неким итогом притчи. «Христианин должен бодрствовать, так как время нашей встречи со Христом неизвестно». Нам, дорогие братья и сестры, открыта удивительная тайна. Если на протяжении нашей жизни мы будем собраны, если наша вера и желание творить дела милосердия и любви будут гореть в наших сердцах огнем неугасимых светильников, то благоволением Отца Небесного нам будет даровано в наследство Царство Божие. Главное – не бояться быть частью малого стада Христова. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Господи! Благослови, Господь!